Хочу поприветствовать всех вас на 9-м международном совещании по космической медицине. Мы очень рады всех вас здесь приветствовать. Я думаю, вам понравятся последующие два дня обсуждений. Мы будем проводить наше совещание в этом зале. Наши обсуждения и программы немножко поменяются, но я расскажу вам об этих изменениях после того, как вы заслушаете обращения от нашего директора Института Бейкера. Посол Дирижан является директором нашего института, и именно под его руководством наш институт стал одним из ведущих институтов в области общественной политики. До того, как он стал директором нашего института, он был помощником секретаря Брежневосточных азиатских дел при Госдепартаменте. Он служил в качестве посла в Израиле и Сирии. Передаем слово послу Дирижану. Спасибо большое, Джордж. Добро пожаловать. Доброе утро. Я знаю, что вы очень рано проснулись все, но здесь присутствуют космонавты и астронавты, которые привыкли работать с самого раннего утра. Хотел еще раз поприветствовать всех вас на данном совещании. Это девятое уже совещание, посвященное космической медицине, которое проходит здесь, в Институте имени Бейкера. И каждое совещание становится все больше и больше, привлекает к себе участие все большего количества международных участников. Я особенно хочу поприветствовать сегодня академика Игоря Ушакова, который является директором Института медико-биологических проблем, а также делегацию от России. Я также хотел поприветствовать других представителей из Канады, Китая, Европы, Японии и из всех других стран, которые присоединяются к нам сегодня. Также хочу поприветствовать двух выдающихся гостей. Это Чарли Болден, где вы? А, вот в самом заднем ряду, прячется. И другая администратора НАСА, и также нобелевский лауреат Самуэл Тинг, а он еще не подошел. Директор Тинг является основным исследователем в области альфа-магнитного спектрометра. Это один из ведущих экспериментов, который присутствует сейчас на борту космической станции. Помимо того, что это очень интересный эксперимент, это также является примером достижения научного сотрудничества между разными странами. В нем принимают участие сотни ученых из 16 стран, включая Китай и Тайвань. В этом году нам также очень посчастливилось, потому что мы можем отметить два исторических события. Первое – это 50-летие первого выхода в космос, или ВКД, что было проделано космонавтом Алексеем Леоновым в марте 1965 года. И 40-летие полета «Союз Аполлон» в июле 1975 года. Хочу поприветствовать Алексея Леонова, который не только сделал первый выход в космос, но через 10 лет он был командиром «Союза», который пристыковался к «Аполлону», командиром которого был Томас Стаффорд. И хотел поприветствовать Томаса Стаффорда, который тоже здесь сегодня присутствует. Я помню совещание в Москве в 1972 году между Никсоном и Брежневым. Эта встреча на высшем уровне являлась очень важной в оттепеле отношений между двумя странами. После этого были завершены договоры по ограничению стратегического вооружения и другие важные договоры. На этом совещании было подписано соглашение, которое позволило провести испытательный полет «Союз Аполлон». Была достигнута договоренность разработать стыковочные механизмы и системы, которые позволили бы совместному полету двух стран и стыковке «Аполлона» и «Союза». И сегодня мы празднуем 40-летие этого успешного полета на данной встрече. Как Рузвельт говорил, конкуренция бывает полезной до какой-то определенной точки, но не дальше. А сотрудничество, прокладывая дорогу вперед, после того, как конкуренция уже закончилась. Испытательный полет как раз является примером того сотрудничества, которое мы смогли получить между нашими двумя странами, и на основе которого мы потом создали Международную космическую станцию. Международная космическая станция стала моделью того, каким образом разные страны могут сотрудничать друг с другом, и того, чего можно достичь в результате такого сотрудничества. Все началось с «Союза Аполлона». И сегодня у нас будет возможность посмотреть на плоды этого сотрудничества, когда мы свяжемся с экипажем на борту и проведем совещание с экипажем, и с участием господина Леонова, Чарльза Болтона и генерала Стефорда. Если мы посмотрим на общую историю сотрудничества между США, Россией, Советским Союзом и Европой, то мы увидим прекрасные показатели. Мы надеемся, что наша работа в космосе станет своего рода эталоном и образцом, которому захотят подражать наши политики здесь, на Земле. Молодые инженеры, молодые ученые, научные сотрудники всегда приветствуются в нашей области, но они должны понимать преимущества международного сотрудничества в области космического освоения. Я рад, что за последние пять лет наш институт спонсировал программу, которая проводится совместно с Баумановским университетом в Москве. В рамках этой программы есть возможность у студентов посетить Москву и посмотреть на то, как проходит обучение в Москве. И каждую весну российские студенты приезжают сюда, в институт имени Бейкера при университете Райса, для того, чтобы получить более хорошее понимание нашей космической программы и тех усилий, которые прилагаются со стороны США для поддержания этой программы и для поддержания этой программы в будущем. Это действительно уникальная возможность для участников данной программы. Они получают возможность ознакомиться не только с особенностями нашей программы, но и с преимуществом международного сотрудничества. И в заключении я хотел сказать, что космическая станция позволяет нам открыть для себя много новых знаний, особенно в области влияния космического полета на организм человека, что является основополагающими знаниями для нашей будущей работы. Ваше участие в данном совещании помогает нам двигаться вперед на этом пути. И я желаю вам успеха в вашей работе в следующие три дня. И еще раз очень рад поприветствовать вас всех здесь. Спасибо большое, господин посол. Бобби, может быть, вы тоже выскажетесь? У вас у всех есть в руках программа нашего совещания. Мы надеялись, что она будет достаточно уже отлажена и готова к нашему совещанию, но программы всегда меняются. И вот что касается сегодняшнего дня, пятницы, 5 июня, у нас есть некоторые изменения. Что касается первого обсуждения круглого стола, то оно будет проводиться завтра. А вот два совещания, которые планировались на завтра, будут сегодня. Первое совещание по годовому полету и совещание по исследованию близнецов будут проводиться сегодня. К сожалению, Академия Григорьев не смог присоединиться к нам на этом совещании. Однако Сергей Рязанский выступит за него. Я думаю, что он прекрасно справится с этой задачей сегодня вечером. Кроме того, как в прошлом году, у нас будет возможность предоставить замечания и отзывы о проведении данного совещания либо по интернету, либо в письменном виде. Бобби, не хотел ли бы ты что-нибудь добавить? Нет, по-моему, все. Хорошо. Тогда начнем с нашего первого выступления. Выступление выдающегося человека. Он является старшим научным сотрудником по научным и техническим вопросам в институте имени Беккера. Он является профессором по физике и астрономии в университете имени Макома Гиллеса при университете Райса. Ранее он был одним из советников Клинтона по вопросам научно-технической политики. То есть он работал в Белом доме. До этого он был директором национального научного фонда. И до этого он был ректором университета Райса на протяжении нескольких лет. С этим хотел бы поприветствовать Нила Лейна, который будет первым выступающим сегодня. Спасибо. Спасибо большое, Джордж. Доброе утро. Хочу еще раз поприветствовать всех вас в Фьюстоне и в университете имени Бекера. Для нас это ежегодное событие является крайне важным. И мы будем надеяться, что данное совещание будет продолжаться на протяжении еще многих лет с участием всех вас здесь присутствующих. Еще раз, добро пожаловать. Для меня огромная честь выступить здесь перед вами и отпраздновать те события, о которых уже сказал господин посол. Вы знаете, что здесь в 1962 году выступал Кеннеди, и через год он выступал в ООН и описал свое видение сотрудничества в космосе. Я знаю, что многих эта речь удивила, но он сказал, что в этой области США и Советский Союз имеют возможность нового сотрудничества и выполнять совместные проекты в освоении космоса. Это включает в себя совместный полет на Луну. Дело в том, что в космосе нет проблем с границами или преодолением границ других стран. Мы можем совместно осваивать и покорять космическое пространство в соответствии с международными законами ООН. Первый полет на Луну не должен быть примером конкуренции между нашими странами. Зачем нам повторять те исследования, те затраты, которые проделываются другими странами? Было бы гораздо логичнее, если бы наши страны и даже весь мир сотрудничал бы в этом направлении, чтобы мы полетели на Луну не как представители отдельных стран, а как представители всех стран мира. И хотя США и Советский Союз в тот момент не полетели вместе на Луну, тем не менее президент Кеннеди бросил своего рода вызов научному сотрудничеству. Первый шаг такого сотрудничества был достигнут за счет образования Международной космической станции. За последние 15 лет на станции побывали астронавты, космонавты и туристы из 16 стран. И я уверен, что в будущем там побывают представители даже большего количества стран. И я надеюсь, что когда мы полетим на Луну или на какие-то другие планеты в нашей Солнечной системе, мы будем лететь туда вместе, не как представители отдельных стран, а как представители мирового сообщества, в соответствии с видением президента Кеннеди. Я очень рад, что в этом году мы отмечаем два важных события, которые относятся к международному сотрудничеству в области космического освоения. Как вы уже слышали, мы будем отмечать юбилей программы «Союз Аполлон», и 45 лет тому назад в Хьюстон приезжала специальная делегация. Поэтому президент Никсон и председатель Косигин подписали специальную договоренность о создании программы совместного полета «Союз Аполлон» или «Аполлон Союз». Планирование к этому полету началось в 1972 году по прибытию советских ученых в Центр Джонсона. В этом году мы празднуем 40-летие этого исторического события, и нам очень посчастливилось с тем, что здесь присутствуют представители этого полета. Я хотела еще раз их признать. Это генерал Стеффорд и генерал Леонов. «Союз Аполлон» – это программа, которая проложила путь для основания Международной космической станции и продолжения мирового сотрудничества в области освоения космоса. Мы также будем праздновать первый выход в космическое пространство в 1965 году. Этот выход был совершен Алексеем Леоновым. А ведь именно работа в открытом космосе позволила нам несколько лет спустя работать над строительством космической станции. В этом году, как вы знаете, мы фокусируем наше внимание также на образовательных и просветительных программах. Мы хотим вдохновить новое поколение на работу в научной сфере. Международное сотрудничество – это то, что мы празднуем сегодня, а также мы празднуем существование людей, новых технологий вообще и инноваций во всех областях прогресса человечества в наших странах. И, естественно, сюда входят исследования глубокого космоса и наука к этому прилагаемые. Таким образом, то, чем мы занимаемся, является моделью того, что может произойти с Землей, с нашим сообществом в будущем. Это является каталистом того, что может вдохновить новое поколение, стать инженерами, научными работниками в этой программе. И здесь мы рассмотрим возможности расширения программы, а также привлечь новые молодые силы. Это то направление, в котором мы работаем во всех странах, представители которых находятся здесь. Мы много знаем о том, какие эксперименты проводятся по науке биологии на космической станции и каким образом это применяется на Земле. Завтра вы услышите, как уже говорил посол, о физических науках. Сэм Тинг будет выступать на эту тему по магническому спектрометру. Если вы физик, вы хорошо знакомы с этой темой. Если в течение последних четырех лет вы бывали на станции, вы понимаете, что это само по себе является уникальным экспериментом, уникальным примером международного сотрудничества. Что касается науки, 56 организаций и разные страны. 16 стран участвуют. Финляндия, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Швейцария, Соединенные Штаты и все остальное. Я, конечно, не всех здесь упомянул. Я не знаю много научных экспериментов, которые не были бы такими обширными в плане вовлечения разных стран. Доктор Тинни об этом поговорит, расскажет, какие результаты были получены в результате проведения магнитного спектрометра эксперимента. В 1991 году из Локхида Марсина поступил отчет о том, что космическая станция является необходимой лабораторией для проведения наук по изучению человека. и биология комиссия тогда не знала о том, что Санктинг изучил и систему магнитного спектрометра и предложил исследования в плане физики. Это являлось критичным шагом на будущее развитие программы. После этого, в течение 25 лет, мы продолжаем повторять тот вывод, который был сделан в 1995 году. А международная станция является критичной лабораторией, которая требует развития и продолжения своего существования для того, чтобы продолжать движение науки вперед. Таким образом, мы являемся моделью и модулем для будущих работ. Это было интересное время. В течение 25 лет мы работали, и потом международная космическая станция стала уже реальностью. И добавили новые модули, новые страны присоединились к этому. Наука на самом деле развелась в этом плане. Но вот это сообщение, которое было 25 лет назад высказано, требует еще того, чтобы его услышали все. Потому что это совершенно необыкновенная возможность, и то, что эти коллеги из России, из Соединенных Штатов, из других стран собрались здесь. Мы перед собой имеем задачу, к которой мы, наверное, мы должны будем привлекать новое поколение новых людей, которые работали бы в этом же направлении и правильно сфокусировали бы свое внимание на важности проведения наук и исследований глубокого космоса. Таким образом, программа, которую мы здесь начали, должна позволить совместное исследование и использование наработок научных в космосе, на Земле. Все это зависит от того, насколько хорошо мы работаем вместе, насколько правильно мы составим план работы на будущее. Я желаю вам успех в сечении следующих двух дней и поздравляю вас всех с тем, что уже было сделано, с тем, что уже было достигнуто. Спасибо большое, Нил. Спасибо большое, Нил. Наверное, предложим представителей панелей к столу. Академик Ушаков, во-первых, попросим вас сюда и попросим всех участников панели сесть за стул на сцене. Продолжение следует... А пока все располагаются в своих местах, я хочу сделать несколько комментариев от имени всех нас здесь Хотел бы лично поблагодарить доктора Алфреда и господина Аби за то, что обеспечили возможность проведения этой конференции, а также предыдущих конференций Мы очень рады, что за последние несколько совещаний академик Ушаков смог способствовать своими идеями и телеконференциями проведению данных конференций. Доктор Ушаков является директором института биомедицинских проблем с 2008 года, а также является академиком Российской академии наук. Также он хороший друг наш и мы очень рады, что он будет ведущим. Ведущим, Игорь Борисович, данные панели. Прошу слова. Спасибо большое, Джефф, за теплое представление. Действительно, каждый год, когда время подходит к моменту встречи на саммите, начинаешь чувствовать ритм, с которым бьется сердце наших участников. И вот та подготовка, которая проходила в этом году, она, наверное, без прецедента, потому что позволила, несмотря на сложный график в различных агентствах, собрать в такой сложный период, когда сдвинулись сроки стартов, посадок, собрать наш саммит вот в таком представительном составе. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны космонавтики, я с удовольствием хотел бы представить вам участников панели «Российская дорожная карта». Это крупные ученые, космонавты, которые, в общем-то, может быть, и не нуждаются в дополнительных представлениях, но, тем не менее, я хотел бы сказать несколько слов. Их не очень много, потому что по разным причинам не смогли приехать те, кто были заявлены вначале, ну, в частности, отсутствует Сергей Крикалёв, Юрий Ланчаков. Но все российские ключевые организации, имеющие отношение к дорожной карте пилотируемой космонавтики, присутствуют. И я не сомневаюсь, что они хорошо подстрахуют своих руководителей, и их выступления будут интересными. На панели у нас выступит профессор Вадим Гущин, который является крупнейшим специалистом по человеческому фактору и его компонентом в области космонавтики. Роль человеческого фактора, естественно, будет возрастать, и вот здесь возникает много новых проблем, о которых, по-видимому, он расскажет. Сергей Рязанский не нуждается в представлениях. Вчера командир экипажа 37-38 экспедиции, улетая в Вашингтон, Олег Котов, передал ему эстафетную палочку и просил его рассказать от Центра подготовки космонавтов, естественно, и от себя, прежде всего, как он видит перспективы направлений пилотируемой космонавтики в России. Владимир Сычев, заместитель директора Института медико-биологических проблем. Я надеюсь, что он расскажет о проблемах биологических систем жизнеобеспечения. Они крайне важны сейчас, они еще, может быть, более будут важны в новых полетах, в дальних полетах, в глубокий космос. Вот эти вопросы, по-видимому, он осветит, ну и другие проблемы, которые представляют интерес. Ну, а Олег Котов, как мы вчера узнали, будет отсутствовать. И мы очень просили участвовать в панели Александра Александрова, советника президента РКК «Энергия», выдающегося космонавта, дважды героя Советского Союза, выдающегося бортинженера. Ну и президенты меняются в странах и в корпорациях, а вот космонавты и советники, к счастью, остаются, и это замечательно. И также будет участвовать в нашей панели доктор медицинских наук профессор Юрий Воронков, который является крупным специалистом по клинической космической медицине, участвует в отборе космонавтов, участников космических полетов, имеет много публикаций. И по этим направлениям, которые докладывались на конгрессах, на АСМИ, вот недавно очередное было заседание. И у него есть ряд идей, которыми он хотел также бы поделиться с нами. Несколько слов я хотел бы сказать в выведении, так как ситуация в российской пилотируемой космонавтике сейчас, ее можно назвать эпохой перемен, периодом перемен. И несколько слов того, что есть, того, что уже состоялось и может состояться в ближайшее время. С большой вероятностью я хотел бы с вами поделиться этими соображениями, потому что они очень важны. И новое руководство Российского космического агентства, сейчас им руководит Игорь Комаров, который очень много делает для того, чтобы агентство трансформировалось в государственную корпорацию «Роскосмос». Это произойдет уже в течение лета этого года, как он заявил в ряде выступлений. И вот на направлениях концепции пилотируемой космонавтики я на основных направлениях, естественно, хотел бы остановиться. Я упустил один очень важный момент. У нас есть еще один, я надеюсь, есть один очень важный российский участник нашей панели. Он сидит в зале. Это человек, который может в любой момент встать и сказать, ребята, то, что вы говорите, все это ерунда. Я считаю по-другому. И вот должно быть так. Я имею в виду великого космонавта Алексея Архиповича Леонова. Вот я захватил даже журнал, где вышла наша статья с Анатолием Ивановичем Григорьевым по Луне. Так что вот он тоже, я надеюсь, неофициальный участник нашей панели в любой момент. Итак, несколько слов о концепции пилотируемой космонавтики. Она, по-видимому, будет в ближайшее время опубликована. Она еще не утверждена на самом высоком уровне, но прошла все согласования в Роскосмосе и одобрена руководителем Роскосмоса Игорем Комаровым. Вообще термин «дорожная карта» филологически в России вызывает… К нему привыкли, но первое время вызывал некоторые улыбки, потому что есть старая русская поговорка о том, что в России дорог нет, есть направления. Поэтому хотелось бы, наверное, говорить не столько о дорогах, сколько о направлениях российской пилотируемой космонавтики, потому что дороги иногда проходят несколько не так, как они оказываются на дорожных картах. Но я думаю, от этого наша дискуссия, наш обмен мнениями не будет менее интересным. Итак, космонавтика – это, конечно, синтез мечты реальности. Это новая платформа для получения новых уникальных знаний, для развития фундаментальной и прикладной науки, повышения качества жизни людей на Земле и в космосе и развития медицины, биологии, химии, материаловеденной и металлургии. Вот последние слова я так примерно трансформировал из тех выступлений, которые сделал Игорь Комаров в последние недели. Концепция, о которой я говорю, предусматривает фактическое состояние работ по федеральной космической программе, которая заканчивается в 2015 году. И вот вы все знаете, я имею в виду наших зарубежных партнеров, что решался вопрос о участии России в проекте МКС, и принято совершенно справедливое решение, я об этом скажу дальше, и, наверное, будут об этом говорить участники панели, о продлении функционирования МКС до 2024 года, чему есть существенные медико-биологические обоснования. И мы, я имею в виду специалисты по космической медицине и биологии, принимали активное участие в том процессе, чтобы эти основания послужили принятию такого решения. Концепция пилотируемой космонавтики в России отмечает, что основным пилотируемым космическим проектом России конца XX века и начала XXI является МКС. В рамках этого проекта Россия осуществила запуски пяти модулей ежегодно осуществляет запуск четырёх транспортных кораблей «Союз» и четырёх-пяти грузовых кораблей типа «Прогресс». Сразу скажу, что сейчас, по-видимому, будет в связи с рядом событий и изменившегося требования снижение числа запуска грузовых транспортных кораблей «Прогресс» до трёх в течение календарного года. Состояние пилотируемой космонавтики в разделе «Состояние пилотируемой космонавтики России» отмечается, что на низких околоземных орбитах человек благодаря достижениям космической медицины и биологии научился, а точнее его научили эти науки длительное время жить и работать при соблюдении системы профилактики и реабилитационных мероприятий после полёта. Следующим положением является то, что достигнута высокая стабильность. Ну вот «Прогресс», запущенный 28 апреля, как-то не даёт в полной степени ещё раз этот пункт муссировать, но, тем не менее, всё-таки стабильность и безопасность пилотируемых запусков союзов очевидна, хотя, конечно, как и всё в космонавтике, нуждается в модернизации и в совершенствовании. На борту станции проведён огромный объём научных и прикладных исследований. Часть важнейших задач невозможно, либо нецелесообразно выполнять без участия человека. Нарастает количество экспериментов на МКС по отработке технологий для экспедиции к Луне и Марсу. Это действительно так. И наши работы с американскими, европейскими, японскими, канадскими партнёрами, они подтверждают вот это положение. Цели и задачи пилотируемой космонавтики на период 15-го, 30-го и далее до 50-го годов. Это проникновение человека в космос, исследование, освоение, использование. Всё сделать так, чтобы вот эти этапы, не имея чётких граней между собой, переходили от исследования к освоению и к дальнейшему использованию. Объектом дальнейшего исследования освоения по степени доступности для российской пилотируемой космонавтики являются Луна, астероиды и Марс. Российская Академия наук рассматривает Луну как перспективный и первоочередной объект для проведения научных исследований за пределами низких эколоземных орбит. Полёты на Луну позволят отработать технологии межпланетных полётов на Марс и другие объекты Солнечной системы, другие небесные тела. Это будет проводиться тремя последовательными этапами Луна-автоматы, Луна-полигон и Луна-экспедиция. Инфраструктура и технологии пилотируемой космонавтики – это прежде всего завершение создания отечественного космодрома «Российского космодрома Восточный». При этом ключевыми инфраструктурными элементами перспективных программ российской пилотируемой космонавтики является новый пилотируемый транспортный корабль для полётов за пределами низких эколоземных орбит. Далее – это ракета-носитель тяжёлого и сверхтяжёлого класса, представляющий новые перспективные средства выведения. Это использование робототехнических систем для операционной поддержки космонавтов в условиях орбитального полёта. И, наконец, что очень важно для учёных, для инженеров в области космической медицины и биологии, для психологов – это системы, предназначенные для поддержания деятельности космонавтов в условиях длительного автономного существования на большом удалении от Земли, включающие новые высокотехнологичные средства защиты, профилактики комбинированного воздействия, пониженной гравитации, гипомагнитной среды и радиации. После саммита мы будем проводить совещание совместной рабочей группы, где более подробно рассматривать вопросы последней позиции, которые я упомянул. Предусматривается, и это есть в выступлениях нашего руководителя, космического агентства, готовность к высадке российских космонавтов на Луну в районе 29-30 года. При этом отмечается, что за период последующих 10 лет, то есть 16-25 год, Россия предусматривает запуск 181 космического аппарата, при этом число спутников увеличится в 2,3 раза, а научных аппаратов станет в 3 раза больше. Комаров сообщил, что на 17-й год запланирован запуск многофункционального лабораторного модуля MLM, аббревиатура достаточно известная, 18-й год узловой модуль и 19-й год научно-энергетический модуль NEM. К сожалению, в российской космической программе есть существенное сокращение. Оно обусловлено объективными экономическими основаниями, составляет достаточно значительную сумму, не буду ее называть, она варьирует в районе 400 миллиардов рублей, но, тем не менее, это позволит сохранить те позиции, о которых я говорил перед этим. Важнейшее участие отводится в российских программах пилотируемого космоса обеспечению полноценного участия России в проектах международного сообщества по исследованию и использованию космического пространства, включая миссии к Луне, Марсу и другим планетам Солнечной системы, при безусловном выполнении ее международных обязательств в области космической деятельности. Это отмечалось Комаровым и на конференции по МКС. Многие были участниками этой конференции в Москве в апреле этого года, ну и в других выступлениях. Планируется поддержка разработки совместных стандартов и унификация систем пилотируемых программ с НАСА и Европейским космическим агентством. Ключевая позиция, я уже об этом говорил, продление эксплуатации МКС до 2024 года. О плановом введении новых модулей я также говорил. Добавлю здесь, что синергизм международного сотрудничества ни в коем случае нельзя потерять. И об этом отмечалось Игорем Комаровым в выступлениях. Я не имею возможности давать какие-то комментарии к встрече уважаемого Чарльза Болдена и Игоря Комарова на Байконуре, но являясь внешним свидетелем этой теплой и интересной встречи, я хотел бы передать дух такого дружеского партнерства, который был отмечен на Байконуре 27 марта во время запуска участников годового полета. И мы надеемся, что этот дух будет сохранен и дальше. Но наверняка об этом лучше скажет, когда захочет Чарльз Болден. Ну и активно будут проводиться в российской пилотируемой космонавтике работы по Луне-25, международного проекта Луна-Глоб и, конечно, участие с ЕКО в проекте Экзомарс с реперными точками 2016 и 2018 года. Вот, пожалуй, важнейшие направления, о которых я хотел сказать, исходя из нынешних документов в российской космонавтике и, прежде всего, пилотируемой космонавтике. И я хотел бы также сказать, что готов ответить на вопросы, которые, возможно, будут после выступления наших панелистов. А сейчас я просил бы начать выступление участников панели профессора Вадима Гущина, который расскажет о том, о чём он захочет. И я уверен, его выступление, как и выступление других, будет интересным и вызвавшим хорошую плодотворную дискуссию. Благодарю за внимание. Спасибо. Мы все слышали о многих важных тенденциях и решениях, которые должны будут быть сделаны, и запуски, которые должны быть сделаны, все эти события являются чрезвычайно важными для индустрии космической и для науки. Это всё непросто, это понятно. Поэтому дайте мне немножко в другом направлении с вами поговорить. Я начну со значения, опять, этого термина, road map, дорога, дорога, карта. Это не российские термины вообще, в общем, дорога, что это такое? Дорога – это, которая к космосу, как она может иметь отношение? То есть, я имею в виду, это мы уже летаем на другие орбиты, главное, в каком направлении. Для нас направление сейчас важно выбрать направление на другие планеты. Если вы спросите сейчас, в каком направлении сейчас моя страна думает, то есть, не научных работников, политиков вы спросите, в каком направлении мы двигаемся, они как бы не совсем четко, наверное, ответят на вопрос, они, может быть, даже не ответят. То есть, какие-то суммы выделяются для ракет, для космодровов, понимаете? Такое впечатление у меня, что они четко не понимают, в каком направлении мы, в общем-то, должны двигаться. То есть, это жалко, конечно, на самом деле это так, потому что не только решение научных работников, тех, кто работает в системе космоса, решение принимается политиками. Но смотрите, когда вот Алексей Леонов летал, тогда это была идея государственного плана, что он полетит, правда? А теперь, что касается карты, дорожная карта, карта определяет это то, где мы находимся сейчас. Я так понимаю, слово «карта» трудно определить, потому что, с одной стороны, у нас большое путешествие предстоит тысячи миль, мы уже как бы оставили за спиной у себя, это на самом деле так. Но вопрос, когда мы начинаем, опять вот, на один год этот полет, зачем мы это делаем, возникает вопрос. Мы продолжаем анализировать состояние человеческого организма, опять же, и какие изменения потерпевает организм в космосе. Продолжаем мы поведенческие аспекты, прочее анализировать. Что здесь нового-то, меня спросили, почему теперь год летаем, и мне трудно на этот вопрос ответить. С другой стороны, я сказал, что хорошо, что мы целый год этот будем проводить в космосе вместе. Теперь определяем какие-то этапы. Понимаете, мои коллеги меня здесь в этом понимают. Если бы я один этим вопросом занимался, я бы, может быть, потерялся. Я был один, меня все знали, на меня надежды возлагали, у меня была большая ответственность. Теперь у меня много коллег, и теперь я распределяю ответственность между своими коллегами и мной. И сейчас в реальности, где мы все вместе, как сообщество, находимся, не только, как мое мнение, я имею в виду, а вот я должен полагаться уже на мнение своего окружения. И вот это и определяет карту, которая показывает нам, где мы находимся. Например, мои коллеги работают в американском здесь обществе, я, нет, Сергей Рязанский говорит, что там определённые какие-то мнения существуют в российском положении отбора космонавтов. Несокословский говорит, что нам нужно обязательно сравнивать то, что у нас получается, и то, что получается у наших коллег. Мы не хотим усовершенствовать, как совершенствовать что-то. Это одно дело. Нам нужно выбрать то, что будет оптимально. Мы даже статью написали о том, по психологическому положению, о том, каким образом, как себя будет ощущать космонавт при длительном полёте. Я не хотел бы заниматься тем, чтобы подтверждать, что эти вопросники, в принципе, имеют право на существование. Искать новые источники информации, анализировать совместно полученные сведения. И это крайне важно. И не только, и не столько для полётов на низкой околоземной орбите, но и более удалённым космическим объектам. Тут есть несколько направлений, я бы сказал, две основные проблемы. Значит, первая связана с взаимодействием с экипажем. Эта проблема в очередной раз очень чётко проявилась, потому что у нас экипаж многонациональный, не только работающий вместе, но и живущий вместе. И от встречи к встрече, от совещания к совещанию я пытаюсь убедить аудиторию, что это крайне немаловажный вопрос. Одно дело – дело работы, другое дело – проводить в ограниченном объёме 24 часа в сутки. Это первый вопрос. Второй вопрос. Также поступил в результате опроса космонавтов-астронавтов, а именно поддержка Земли. Она, естественно, важна. Она обеспечивает космонавтов-астронавтов необходимыми ресурсами, информационными ресурсами, в том числе всем необходимым, чем может в этом плане обеспечить космонавтов-землян. Но насколько полезными оказываются эти элементы помощи? У нас сейчас проводятся исследования под названием «Контент». Я именно с этого слова начал, собственно, пытаясь установить, о чём, собственно, Земля разговаривает с космонавтами. Насколько нервозной является эта дискуссия, которая проходит у экипажа с Землёй. Насколько она спокойная, насколько она дружелюбная, насколько она продуктивная. В автономном полёте эта проблема, которая существует сейчас, только усугубится. Потому что ресурсы будут крайне нужны, а если с их обеспечением возникнут сложности, то, соответственно, проблема только расширяется. Поэтому мы изучаем те методики, которые используются нашими коллегами, сравниваем их с методиками, которые применяются нами, и это открывает новый горизонт, безусловно. С точки зрения дорожной карты, и тут это, конечно, окажется очень полезным начинанием, а именно понять, в каком направлении мы полетим, с кем и на какой период времени. Потому что, когда эти планы будут составляться и осуществляться, и когда уже все точки над «и» будут расставлены, гораздо в большей степени, чем здесь сейчас, я не знаю, как это делается в Америке, но у нас в России существует такое мнение, что всё уже известно, всё изведано, и познанно. И мы готовы хоть сейчас полететь на Луну. Вот такое существует в общественности, бытует мне. Я вот тут склонен к сомнениям. И не уверен я не только потом, потому что мы не всё ещё познали относительно околоземной орбиты и полёта на ней, не говоря уже о более удалённых объектах. А это, в свою очередь, означает, что нам крайне необходимо создание дорожной карты, в большей степени, чем финансирование, подгонка ресурсной базы. И эта дорожная карта должна создаваться совместно всеми участниками процесса. Потому что сейчас такое ощущение, что существует две карты. Одну создают специалисты, мы, то есть. И мы, в свою очередь, создавая эту карту, от встречи пытаемся убедить друг друга, что вот туда стоит лететь. Но мы-то это знаем. Нам друг друга убеждать в этом совершенно нет никакой необходимости. А вот есть ещё другая карта, которую создают Лиза, обитающая, скажем так, в другой галактике. И они ведомы совершенно другими соображениями насчёт того, куда, с кем, когда и под чём. Вот мне так кажется, что вопрос совершенно не в финансировании. Мы строим сейчас огромный дорогостоящий космодром, к примеру. Представьте себе, что вот кто-то взялся построить гараж, не имея автомобиля. Подобная ситуация. Мы сейчас создаём новые ракеты, которые вроде как бы зарекомендуют себя, но мы их строим, 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 создаём, но пока никто ничего не видел. Кроме тех, кто их строит и строит и строит. Ракеты, которые когда-нибудь полетят, скорее всего, создаются также лунные города, лаборатории. Даже не знаю, как это правильно поименовать. И сдаётся мнение о том, уже известно, как выясняется, сколько человек должно одновременно находиться на Луне для обеспечения работы лунной базы. АЯКС, я вот не знаю, я очень много камерных исследований провёл, я до сих пор к окончательному решению не пришёл. Назовите мне конкретную дату, конкретное количество членов экипажа, тогда можно будет обсчитать необходимый для обитания объём. И тогда можно будет рассматривать конкретные проблемы, которые возникнут в этом конкретном объёме для этого конкретного экипажа. А если учитывать то, что тут в основном вопросительные знаки, на которые мы натыкаемся, а не наоборот, и всё таким отдалённым, кажется, то всё превращается в некую сказку. Сказка про восточного мудреца, который сказал, что даже Ишака можно научить, читать. И он это попробовал сделать. И он занялся этим, выколоть им достаточно финансирование и достаточно много времени. А к тому времени, когда он это закончил, умерли и те, кто финансировал, и те, кто, собственно, хотел увидеть, как же научиться говорить этот Ишак. Та же самая ситуация у нас сейчас в политической сфере. Даты формируются не для того, чтобы что-то реально запустить, а просто, чтобы что-то максимально далеко в будущее унести и продолжать тратить, и тратить, и тратить. То есть сообщество как бы довольно, что мы чем-то занимаемся, на что-то именно, в слове, тратим деньги, но сказать, что кто-то этот процесс контролирует остаётся не совсем возможным. Так что получается, что дорожная карта это не слово, которое нужно мне. Для меня ключевым словом является совместный протокол ежегодного полёта. Я буду только рад его обсудить, потому что это практические элементы, практические проявления нашей работы, а именно результат совместного исследования, обмена данных и публикации этих данных. У нас за спиной 25, скоро уже 30 лет совместная работа. Для меня это является пока что не дорогой, ведущей куда-то в конкретное место, а пока что дорогой, ведущей в никуда. И очень хотелось бы поменять вектор. Вот вспоминаются, как плохо было в советское время, какая была нищета, а у нас существовали, тем не менее, пятилетние планы. И план пятилетки является гораздо более практичным, как мне кажется, и практически реализуемым. То есть достаточный период времени для того, чтобы что-то создать, реализовать, и выполнить поставленные задачи на этот ограниченный период времени. И я, как медик, должен понимать, что у любой задачи должна быть конкретная цель. То есть пять лет, это охватываемая цель, так сказать. За пять лет можно по истечении пяти лет опросить тех, кто начинал этот процесс, были ли удовлетворены критерии успешности этой задачи. Иначе получается, что мы с олимпийским задором готовимся к полету куда-то неизвестно когда. Так что, с огромным сожалению, признаюсь в том, что в моей стране, в моей научной среде, дорожная карта, это термин, не имеющий пока никакого информационного насыщения, но мы будем его так стараться насыщить по мере возможности. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Вадим, за такое психологическое наблюдение не только того термина «дорожная карта», к которому уже мы стали немножко привыкать и в России тоже, но и за теми, кто составляет эти дорожные карты и как этот процесс происходит. Здесь много проблем, но планы нужны. Планы Роскосмоса не пятилетние, а десятилетние фактически. Это две пятилетки. И финансирование идёт не только процесса обучения разговора, разговорному дару для представителей животного мира, но и для наших пилотируемых планов. Поэтому придётся здесь учитывать эти особенности. Я не сомневаюсь, что Александр Александров, как раз человек, который давно в теме и давно в нашем головном учреждении Ракетно-космической корпорации «Энергия» может поделиться впечатлениями о дорожной карте российской пилотируемой космонавтики. Пожалуйста, Александр. Спасибо. Я всех приветствую от имени ракетостроителей и строителей космических кораблей. Я представляю корпорацию «Энергия», которая занимается пилотируемой космонавтикой, как головная организация. Конечно же, не только она работает, эта энергия, над проектами, но и достаточно много фирм, конструкторских бюро, предприятий, которые изготавливают составные части тех кораблей и станций, которые мы отправляем в космос. Я бы хотел напомнить вам, что относительно дорожной карты. Такой картой нас пытались направлять, рулить нами из организации, которая называлась раньше «Росавиакосмос», потом просто «Федеральное бюро космическое бюро». И оно в качестве руководителей, которые, в общем-то, были не в теме, как строители космических кораблей и ракет, а имели отношение просто к их эксплуатации. И таким образом нас пытались направить, как и что нужно строить. Если вспомнить историю, то пока не пришел Вернер фон Браун, а руководил проектом ВМФ сначала, армия, руководство было для пилотируемого полета в Соединенных Штатах, и пока работал Сергей Павлович Королев в этих темах, то все делалось с инициативой изнутри. То есть великие инженеры думали о том, что и как нужно сделать, и предлагали это правительству. И правительство это воспринимало. И так было и в Соединенных Штатах, и в России, в СССР. И вот прошли времена, когда такие люди ушли со сцены, и получилось, что нас направляли и учили люди, которые пришли из другой отрасли деятельности. И просто били по рукам нам. Когда мы предлагали что-то делать, нам говорили, нет, вы будете делать так, как мы говорим. И нам, как инженерам, было это очень досадно, потому что идеи, которые прорабатывались, разрабатывались на предприятиях, они не осуществлялись. И когда мы говорим сегодня то ли о полете, ведь помните концепция, как менялась, то летим на Марс, то летим на Луну, потом непонятно, куда еще, то строим базу на Луне, то не строим. Вообще-то это, конечно, астрономам очень здорово построить базу на Луне. Они поставят свой телескоп, и без пыли и грязи будут смотреть на звезды. Это замечательно. Но чего это будет стоить? Каких миллиардов? А содержать базу на Луне, это же непростое дело. Это целая инфраструктура. И у нас есть такие проекты, и мы прорабатывали их, когда зарывались в лунный грунт, для того, чтобы ограничить радиацию, для того, чтобы сохранить здоровье тех, кто будет там работать. И также планировали строить склады, складские помещения, энерговырабатывающие станции и так далее. Вообще это непростое дело. И когда говорят, вот мы летим туда, летим сюда, это, конечно же, можно. Я вам скажу, что даже в 70-е годы, когда у нас были мощные ракеты, можно было лететь к Марсу и тогда, на химическом топливе. Не обязательно это энергетика, атомные или электрореактивные двигатели. То есть на химическом топливе можно было за полтора года долететь. Но как это делается? Это делается сверхтяжелый носитель, такой, как, например, Сатурн-5. И двухпусковая схема, то есть два таких носителя выводят составные части, стыкуются и летят к Марсу. Это можно сделать, но проблема-то в другом. Как мы говорим, вот инженеры своим немедицинским таким вот жаргоном говорят, соскочить с поезда будет невозможно. То есть если полетел человек, обратно не вернешься за три недели или там за полгода. То есть нужно лететь туда и только потом вернуться назад. Это все выльется в два года. Значит, человек не должен болеть. То есть он не должен заболеть. А если заболел, то он должен быть вылечен со стопроцентной гарантией. Вот это одна из проблем, которая сегодня нам не дает возможности лететь к Марсу. Хотя и одна страна могла бы отправить такой экипаж. Но лучше, конечно, когда это дело будет делаться в кооперации. Кроме того, другая вещь, которую мы сегодня не умеем еще решать, проблема, это защита от ионизирующего проникающего излучения. И вообще весь букет тех видов излучения, которые встречаются в дальнем космосе, будет налицо. И мы должны уметь защищаться. А это что значит? Что мы должны ввести с собой свинец, там, 25 тонн, когда сама станция будет приблизительно столько же иметь массу. То есть это проблема, которую мы сегодня не умеем биологической защиты решать. по биологической защите людей. И третья проблема, которая не дает нам сегодня возможности по технологиям лететь, например, к Марсу, это замкнутый цикл, жизненный цикл на станции. То есть, пока мы не научимся воспроизводить все, вплоть до углерода, перерабатывать в нужные для нас вещества, мы не сможем лететь, потому что нужны громадные запасы воды, пищи и так далее. То есть должен быть биологически замкнутый цикл, который бы позволил людям дышать, из воды делать кислород, расщеплять, как сегодня на станции мы делаем, и в то же время собирать все утилизируемые вещи и превращать их в полезные для существования на станции. Вот три проблемы, которые сегодня мы не решили, а говорим, что у нас вот по карте мы летим туда-то. Ну, на Луну еще можно лететь, но, опять же, нужна цель. Не просто так прилетел на Луну, вышел, походил и улетел. С другой стороны, мы не готовы, опять же, еще к строительству каких-то баз. Поэтому проблем-то много, но правильно мы сегодня собрались здесь, потому что проблема человека, она всегда будет номер один проблемой. То есть взаимоотношения в экипаже, его здоровье, я бы сказал, его психологическое здоровье, не только физическое. И вот наши многолетние полеты длительные и сегодня уже можно сказать и НАСА, и европейское сообщество понимают, что японцы, конечно, канадцы понимают, что такое длительный полет, потому что уже все приняли участие в таких длительных полетах, представители этих стран. И это непростое дело. Сегодня, конечно же, совсем другие условия на станции. вот я летал в 83-м году, была Салют-7 станция. Это было, конечно, земля и небо, если сравнить сегодняшнюю МКС, с той станцией, которая была как Салют-7. То есть там даже панелей-то таких приличных не было, и мы спали прямо на кабелях, на обечайке внутри станции. То есть я хочу сказать, что условия, конечно, были тяжелые. И сегодня совершенно другое дело, когда вы прилетаете на станцию, там музыка, свет, море света, шампанское, что хотите. Это только говорят, что там ничего не пьют. Но коньяк бывает. Ну да. Я, например, скажу, после выхода у нас был очень тяжелый выход в открытый космос. Мы ставили дополнительные солнечные батареи с Ляховым, с моим командиром. И как он говорит всегда, все будет не так. То есть вот планируют одно, а получается по-другому. И вот мы пришли после выхода, ну, а врачи что делали? Они сидели в центре управления полетом и говорили, так, захолодись, захолодись. Они очень боялись теплового удара. То есть это перегрев организма, когда 37 градусов и больше температура тела, можно получить тепловой удар. Но это вообще катастрофа. И поэтому они все время говорили, захолоди, захолоди. То есть регулятор на холод, ставь на холод. И мы пришли окоченевшие, несмотря на то, что была большая энерготрата во время установки этих панелей, мы пришли окоченевшие. Вот я, например, совершенно замерз. Ну и как без коньяка-то? Ну и какая после того как? Поэтому давайте планировать, но тем не менее оглядываться назад, чтобы вспоминать нашу историю очень красивую в наших странах. И в НАСА, и в Российской Федерации. Это были настоящие времена. кто-то пусть говорит о том, что Советский Союз было плохо, и что мы голодные были, но у нас технологии были налажены. Мы работали не за страх, а за совесть, на совесть. И поэтому сегодня бы так все бы работали, было бы замечательно. Спасибо. Спасибо, Александр, за то, что вы вернули нас к проблемам, тем, которые обозначены у нас в топиках, проблемы риска, будущих миссий повышения работоспособности человека разными способами. Реабилитационные мероприятия крайне важны. Я думаю, что нам и в последующих вопросах, которые, наверное, будут после наших выступлений, у нас, похоже, останется время для вопросов. Они могут быть самые разные, но в пределах все-таки планов российской пилотируемой космонавтики. Давайте мы сосредоточим внимание не на том, какое лучшее планирование, пятилетнее или десятилетнее. У нас ведь есть план и до 50-го года расписан. Меня более пугают даже такие планы через 50 лет. Это, наверное, нужно планировать, но, наверное, сложно. Такие планы тоже у нас составлены, таких дорожных карт до 50-го года. А на том, все-таки, какие факторы мы будем изучать, применительно к экспедициям. По радиации у нас будет отдельная панель. Спасибо организаторам саммита, что они ее регулярно выставляют на наш саммит. Приглашены видные специалисты в области защиты от радиации, изучения ее действия. Это действительно важная проблема. Кстати говоря, она с точки зрения пребывания на Луне более жесткая, чем на Марсе. На Марсе более опасным является путь на Марс в плане радиации. А вот нахождение на планете по уровням радиации на Луне примерно в два раза жестче, чем на Марсе по уровням радиации. Уровень радиации на Марсе составляет примерно цифры чуть выше, но близкие к облучению на МКС. Об этом мы поговорим на панели. Я хотел бы призвать в будущих вопросах и будущих выступающих средоточить внимание на том, нужна ли карта или план, как бы его не называть, а как нужно вносить коррекцию, какова должна быть технология внесения этих коррекций в том, чтобы мы действительно не переписывали этот план с приходом каждого нового руководителя, а имели такой научный план освоения и исследования космического пространства в плане реакции человека в этих условиях и не очень-то зависели от каких-то политических и даже экономических влияний, которые всегда будут в космонавтике, это неизбежно, но призвать к такому научно-организационному обоснованию нашего плана, как бы мы его ни называли. Я с удовольствием просил бы выступить Сергея Рязанского, участника 37-38 экспедиции, человека, который факел поднял над планетой Олимпийской. Я чувствую, что если все пойдет по плану, наверное, в следующую экспедицию возможно удастся взять и футбольный мяч, но стучу три раза по чтобы это состоялось, да, чтобы не сглазить. Правильное место, чтобы стучать, Игорь Борисович. Именно здесь определяется. Пожалуйста, Сергей. Спасибо большое. Я буду предельно краток. Я оставлю большую часть своих замечаний, что касаемо полета на МКС и опыта, полученного во время полета. и Каичи сразу говорю, что мне придется сказать правду и только правду. Короче говоря, я оставлю эти замечания на вечер, когда я буду выступать перед вами за ужином. Мы в отряде космонавтов очень часто общаемся с молодыми коллегами. у нас очень хорошие, теплые, крепкие отношения с молодыми космонавтами, с молодым поколением. Нам очень интересно рассматривать, как смыкается старый советский опыт, подготовка в течение длительного периода в жестком режиме. И сейчас этот подход немножко видоизменяется в том смысле, что многие из космонавтов являются специалистами в РКК энергии, занимаются проектированием, созданием будущих протоколов, то есть своих собственных полетов. Вместо того, чтобы в чьи многих лет готовиться и потом подвергаться отработке протоколов, они принимают непосредственное учение в их разработке на ранних этапах. То есть таким образом, имея опыт работы с более опытными членами экипажа, мы пытаемся по ходу вносить изменения в протоколы и в процедуры полета на ТК Союз, придание им более эффективных каких-то методик, разработки этих методик, более четкого понимания того, как бороться с аномальными ситуациями по мере их возникновения. Ну и, конечно же, это заложит основу для дальнейшего для будущего наших космических кораблей. В то же самое время мы работаем рука об руку со своими коллегами из «Энергии» над созданием космических кораблей будущего. Достаточно сложно говорить в терминах российской дорожной карты, в то время как российская космическая промышленность претерпевает колоссальные изменения в части координации и взаимодействия организаций входящих в состав промышленности, схема финансирования и вообще как бы внутренняя архитектура, если хотите. Тем не менее, разработки нового корабля ведутся и мне очень радостно сознавать, что есть вот эта цель на будущее, которая существует рука об руку с другими проектами, полетами на астероида, на Луну, речь ведется даже о создании новой космической станции, и все это лишь отдельные шаги по направлению к общей главной задачи. Вопросов перед нами стоит великое множество с точки зрения науки, техники, и эти вопросы нужно решать. для того, чтобы эти шаги стали возможны. Так что крайне интересное время мы живем с вами, потому что успех, успешность этих начинаний и возможность этого в зависимости, вне зависимости от политических веяний, в связи с чем я думаю, что с точки зрения космонавта я уже сказал достаточно и закругляюсь, я скажу, что мы очень радостны, нам очень счастливы, что проект МКС продлен до 2024 года, и мы можем только выразить надежду, что уровень и объем научных работ, проводимых на станции, и количество результатов этих научных экспериментов будет только расти, ну и конечно же сегодня вечером во время своей презентации я уделю внимание именно совместной основе проведения научных работ, что крайне немаловажно. Спасибо большое. Спасибо, Сергей, за лаконичное и интересное выступление. Мы уверены, что будет сегодня не менее интересное выступление вечером. Желаем вам хорошо подготовиться к нему, понимая, что вас поставили в сложное положение, так как планировался приезд Анатолия Григорьева, но спасибо, что вы откликнулись на его просьбу заменить вас на этой презентации. Заменить его на этой презентации. Я предоставляю слово Владимиру Сычеву, руководителю наших всех биологических работ, я имею в виду в Институте медико-биологических проблем, да и в целом, учитывая биоспутники в российской части этих исследователей. Сейчас у него большие сложные задачи, связанные с планированием бионов последующих. Они есть в федеральной космической программе, несмотря на изменившиеся сроки, сдвинутые вправо, изменившиеся схемы финансирования, но, тем не менее, тут очень много проблем, но, тем не менее, у него большие планы, и роль биологических систем жизнеобеспечения, вообще систем жизнеобеспечения во всех дорожных картах, наверное, ему, как никому, ясна, и у него есть на это еще соображения. Пожалуйста, Владимир. Спасибо, Игорь Борисович. Ну, Игорь Борисович уже сказал, я не медик, я биолог, поэтому мое внимание к моей профессиональной деятельности в первую очередь уделяется различным биологическим объектам, различным организмам, а поскольку я всю свою профессиональную деятельность занимаюсь биологическими системами жизнеобеспечения, туда входят, помимо человека, масса других организмов, начиная от микроорганизмов и кончая растительными, животными организмами, соответственно, все эти организмы являются тем объектом, исследованием, которым мне и моим коллегам приходится заниматься. И хотел бы напомнить, и здесь упоминал уже Александр Александров о том, что создание систем жизнеобеспечения является критической задачей. Сколько бы мы ни говорили о медицинском обеспечении, но пока мы не обеспечим человека всем необходимым для его нормальной жизнедеятельности, говорить о медицинском обеспечении смысла нет, потому что он либо умрет от голода, либо от жажды, а в первую очередь от отсутствия нормальной атмосферы. Причем это не только кислород, это и загрязнители, которые человек сам выделяет в атмосферу. Если любого из нас надолго закрыть в замкнутой комнате небольшого объема, то, уверяю вас, через пару недель мы все помрем не от отсутствия кислорода или еды или что-то еще, а от того, что мы сами выделим в атмосферу. Грязные животные человек, как все животные, поэтому тут с этим тоже надо бороться и создавать адекватные условия существования человека в замкнутом гермообъеме. Это сложная задача. Сейчас она решена, и мы видим, что космонавты находятся на орбитальных станциях. Но мы также видим и то, что даже на МКС, где достаточно хорошо отработанные системы существуют, возникают моменты, когда начинается очень сильное загрязнение атмосферы. Я, как исследователь, мои коллеги это очень хорошо видели, потому что были моменты, когда растения, которые мы выращивали на борту, начинали погибать. Именно из-за того, что загрязнение внутри станции было очень высоким. И не только растения реагировали, даже космонавты реагировали, говорили, что у них появляется рельс в глазах. Хотя списывали это на запыленность, на самом деле это химия. Порядка 400 органических соединений присутствуют в атмосфере станции. И их чистят благополучно с теми методами, которые существуют сегодня. одни вещества уходят легко, другие сложнее. Но в любом случае это системы, которые работают на запасах. Доставляются системы для очистки сорбционной, активной уголь и так далее. И масса всяких других систем, которые чистят воду, тоже это, собственно говоря, система на запасах. Вот мы оторвались от орбиты Земли. И как говорил Александр Александров, полетели два года к Марсу. Мы должны иметь систему, которая позволит нам регенерировать среду обитания. Это можно делать двумя путями. Физическими, физико-химическими, как мы сейчас пользуемся частично на станции, а можно делать биологическими. Но сделать на межпланетном корабле биологическую систему вряд ли удастся, потому что она, конечно, неконкурентно способна на короткой дистанции с физико-химическими. Слишком большая энергетика, большие объемы, но если мы планируем все-таки двинуться в дальний космос, то без биологической системы мы не обойдемся. А как мы можем создать биологическую систему, не зная, как биологические элементы этой системы реагируют на воздействие факторов космического полета, которых тоже очень много. То есть мы должны уметь создать систему в первую очередь, систему жизнеобеспечения для тех организмов, которые потом будут работать, чтобы создавать систему для человека. То есть мы должны научиться выращивать растения, мы должны научиться содержать животных и масса других проблем, научиться сделать так, чтобы биотехнологические процессы, которые происходят в условиях космического полета, соответствовали тем, которые рассчитаны и получены на Земле. То есть мы должны исследовать это все. Это те факторы, которые необходимы для того, чтобы двигаться дальше. А без них дальнейшее движение человека в дальний космос невозможно. То есть это как бы двуединная задача. Это обеспечение возможности человека двигаться дальше орбиты, а с другой стороны это глубокое изучение тех биологических существ, которые мы вынуждены применять для обеспечения жизнедеятельности человека. Что можно сказать? Ну, допустим, когда мы рассуждаем о полете на Марс, то мы должны прекрасно понимать, что да, мы, если летим на Марс, мы частично можем использовать те системы, которые мы сегодня используем на орбите. Увеличить запасы, то есть как бы достаточно необходимо, иметь достаточный объем воды, чтобы регенерировать кислород, увеличить надежность физико-химических систем регенерации, и мы в принципе можем лететь. Запасы пищи взять, но выясняется вот такой интересный момент, а витамины, а микроэлементы, их тоже надо взять с запасом, а вы посмотрите на любой набор витаминов, купленный в аптеках, какой срок годности в них, не больше года, и никто не проверял, сколько они смогут быть активными, если мы будем лететь два года, и есть ли такие вообще витамины, значит, мы где-то их должны взять все-таки, потому что сублимированная пища, которая будет в запасах, она не обеспечит человека всем необходимым, значит, как мы можем восполнить это, получив витамины во время полета, значит, мы должны уметь выращивать растения, единственные, кто нам может дать необходимые витамины и микроэлементы для человека в такой ситуации, вот она задача, которая должна решаться уже сегодня, потому что если мы в самом деле оторвем человека от орбиты, то это уже сегодняшняя задача, ну, мы стараемся это делать, у нас есть уже наработки, мы сумели получить четыре поколения растений в космосе, не увидели у них никаких изменений, то есть технологии уже создаются и получаются, но не все так просто, вот сейчас появились новые методы, сейчас стали исследовать не только физиологические реакции организма и человека, и животных на факторы космического полета, но и генетические экспрессии генов, и мы видим, что в общем-то все не так однозначно, как мы думали, и у тех же самых животных мы видим то, что мы не видели никогда, мы видим то, допустим, то, что мы считали дисфункцией, допустим, для костной и мышечной ткани, может являться не просто фактором дисфункции, а может быть просто системным ответом организма на отсутствие вектора гравитации, потому что мы видим изменения в экспрессии мышечных белков и других факторов, связанных с костно-мышечной системой на системном уровне, не только в мышечной ткани, а во всех других тканях. Это говорит о чем? Это говорит о том, что есть какое-то комплексное воздействие на организмы. И это требует изучения от того, что сейчас получено. Был прекрасный эксперимент у японских коллег аквариум, где рыбы медаки существовали 60 сотых в космосе. И, казалось бы, рыбы, они в невесомости, вообще, у них нулевая плавочность, но и у них тоже идут те же процессы, что идут наземных животных. Значит, это не дисфункция, это что-то другое. Это вот все данные последних дней. А это говорит о том, что нам надо глубже изучать все эти процессы, что не все мы знаем. и правильно здесь было сказано, что у основной массы людей, которые не погружены в эти проблемы, создается впечатление, что все вопросы уже решены. Человек летает подолгу, Поляков летал полтора года. Все, вроде все нормально, есть системы, полетели. Оказывается, что нет, не все вопросы решены, очень мало мы знаем. И чем дольше мы начинаем и глубже смотреть, тем мы увидим все новые факторы. Поэтому мне кажется, дорожная карта, она должна быть прежде всего научной, в первую очередь. Какая будет техническая и куда мы полетим, это уже второй вопрос. А то, что мы должны глубоко исследовать все-таки вот это необычное воздействие на живой организм, который в этих условиях никогда не находился, в чем неважно, это человек, микроб или другой организм, в космос это все-таки удивительно ненормальная среда для биологической материи. И влияние на биологическую материю очень неоднозначное и очень широко. И мы об этом знаем сегодня, к сожалению, очень мало. И вот здесь мы должны предлагать максимальные усилия и вести исследования, как на пилотируемых программах, и это мы делаем, так и на беспилотных программах. То есть это просто необходимо, потому что без этого нам двинуться дальше. Просто будет невозможно. И последнее, что я хотел бы сказать. Когда начиналась космическая эра в Советском Союзе в 50-е годы, то параллельно с созданием технических средств для полета человека в космос, практически сразу и у нас, в Соединенных Штатах начались работы по созданию биологических систем жизнеобеспечения. Все, наверное, помнят такое название, как хлорелла. И с ней работали и в США, и в России, в Советском Союзе. И тогда эти работы велись очень интенсивно. В США они, правда, достаточно быстро прекратились, потом возобновились. Последний эксперимент был в центре здесь, в Хьюстоне, в центре имени Джонсона в 1997 году, уже с высшими растениями. Сейчас пока тоже это все прекращено. У нас где-то в конце 80-х годов наземные исследования практически прекратили в России. Но то, что эта задача первоочередная, без нее двигаться дальше тоже нельзя будет, это понятно. И создать такие системы быстро нельзя. Требуется большое время и большие средства. И вот сейчас это единственное, что отрядно видеть, насколько активно эти работы начались в Китае. В Китае создано две установки для исследования систем. Одна в Аэрокосмическом университете Пекина, другая в Центре подготовки космонавтов. В Пекине уже в Аэрокосмическом университете проведен 125-суточный эксперимент с участием человек, трех испытателей. И готовятся такие же эксперименты в Центре подготовки космонавтов в Китае. То есть там активно эти работы ведутся. И мы, к сожалению, сегодня просто начинаем отставать, потому что если мы не будем в направлении в этом работать, то боюсь, что далеко мы все-таки никуда не улетим. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир. Завершающие выступающие, хотя наверняка будут еще у нас вопросы, у меня каждому из выступивших на панели по одному есть вопросы, которые исходят, конечно, из тех концепций, которые они выдвинули в своих интересных выступлениях, но только с просьбой более сжато может быть на них ответить. Завершающий выступающий долгие годы занимался и продолжает заниматься отбором, освидетельствованием космонавтов в медицинском плане. Это ветеран главной медицинской комиссии, ветеран с точки зрения длительности нахождения в ней работы и огромного опыта. И вот хотелось бы узнать о взглядах на дорожную карту пилотируемой космонавтики, на то, что нужно поменять, что нужно оставить в организации, в инфраструктуре медико-биологической обеспечения дорожной карты. Юрий Воронков, доктор медицинских нового. Пожалуйста. Спасибо, Игорь Борисович. Уважаемые коллеги, мне бы хотелось сказать, что это огромное удовольствие, когда мы и биологи, и медики собираемся и обсуждаем дорожную карту, какая она длительная, так сказать, на 50 лет или на 5 лет или на год. Я бы хотел сказать, что для меня особое удовольствие это то, что я здесь вижу многих коллег своих, с которыми две недели назад мы обсуждали научные проблемы с таблицами, с графиками, с постерами в Орландо. И это очень здорово, что мы имеем такую возможность, потому что даже в нашей стране медицинские стандарты, допустим, их около тысячи, и никак мы не можем прийти к общему какому-то знаменателю с тем, чтобы выработать тот или иной подход к лечению той или иной нозологии. И я должен сказать, что то же самое в авиационной медицине. Требования ИКАО, требования российские, требования европейские и так далее, они очень отличаются. И вот то, что мы на протяжении 20 лет работаем и даже больше вместе с коллегами по международным орбитальным станциям, начинали мы со станции МИР, это начиналось с так называемого золотого стандарта диагностики, когда мы в Бейлор-Колледже начинали обсуждать какие методы нам использовать для отбора космонавтов, астронавтов, так сказать, и совместной работы. И, в общем-то, тогда в этом принимали участие американская и советская сторона. И надо сказать, что мы очень здорово продвинулись в этом плане. И потерять это было бы очень неправильно. И очень хорошо, Игорь Борисович, что принято такое решение до 2024 года, потому что я сужу только по нашей рабочей группе медицинских стандартов, где мы проводим регулярные телеконференции, обсуждаем каждый вопрос по каждой нозологии. И Смит Джонстон из НАСА, Ричард Дженнингс, его хорошо, да многие здесь его хорошо знают, Гарри Грей, Джан Сари из Канады, Ульвих Штраубе из Европейского космического агентства, из НАСДА, Акика, Муцумото и Юкоики. Ну и многие другие специалисты на протяжении многих уже нескольких десятилетий мы обсуждаем буквально каждую нозологию и вырабатываем каждый год изменяем эти медицинские стандарты. Это чрезвычайно, мне кажется, полезная вещь. И это дает возможность нам выработать единые такие вот позиции. Я уже говорю, что на наших научных семинарах, на научных симпозиумах мы обсуждаем достаточно узкие наши вопросы, но то, что мы говорим об образовательных программах, я, например, по системам жизнеобеспечения преподаю еще в Московском авиационном институте. Мне это чрезвычайно интересно, потому что общение с специалистами, которые занимаются проблемой, которой я всю жизнь не посвятил, мне кажется, это чрезвычайно важно. И вот на этих направлениях иногда, так сказать, и вырабатываются какие-то чрезвычайно важные направления. Поэтому все, что касается детальной какой-то проработки дорожной карты, естественно, она должна быть и не только в научном плане, но и, так сказать, чисто в профессиональном. Поэтому многие моменты, которые нас на сегодняшний день беспокоят, их много достаточно в медицине, и я бы не хотел сейчас останавливаться на каких-то конкретных проблемах, но надо сказать, что боли в спине, то, о чем мы говорили в прошлый раз с вами здесь, так сказать, сейчас это уже вышло на уровень и президента нашего, так сказать, все это знают в средствах массовой информации, что вот такие проблемы бывают, и поэтому мы, так сказать, на первом в плане, так сказать, вот науки и отечественной, так сказать, и мировой, и мы знаем, как к этому подходить, как лечить, начиная, так сказать, от психологических каких-то проблем и заканчивая уже вот достаточно серьезными, так сказать, вопросами, касающимися оперативных вмешательств. Поэтому, если будут какие-то вопросы, я готов ответить, но хочу сказать, что вот эти дорожные карты, они у нас выработаны десятилетиями еще на, вот будем, наверное, обсуждать на отдельном симпозиуме наших испытателей-добровольцев, потому что это особая работа, особая статья, и надо сказать, что вот врачебная экспертная комиссия, она рассматривает по тем же, собственно, приказам, по тем же законам, по тем же стандартам и испытателей-добровольцев, как космонавтов. Поэтому это дает возможность, я считаю, очень много для страны иметь безопасную систему обеспечения экспериментальных исследований на человеке. Этому очень много посвящалось и в литературе, и всяких таких публикаций, но я надеюсь, что они, так же, как и с животными, будут продолжаться, потому что без этих исследований немыслим прогресс. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Юрий. Как я уже сказал, каждому панелисту у меня есть один вопрос, но прежде чем их задать, я хотел бы, чтобы в зале подняли руки те, у кого есть вопросы, чтобы мне знать, задавать ли своим и предоставить приоритет залу и тем, кто слушал нашу панель. Пожалуйста, у кого есть вопросы, вот будут вопросы, поднимите руки. Или вопросов пока нет? Один, два. Пожалуйста. Томас Стаффорд, пожалуйста. Вопрос. И там еще. Я являюсь членом комитета по консультации со стороны США. И с моей точки зрения, нам нужно было использовать более агрессивный подход в плане продолжительности полета. Мы начали нашу работу 15 лет назад, но мы продолжаем использовать шестимесячную продолжительность. Почему мы не можем продвинуть это до 9 месяцев, если на это какие-то причины? Ведь на мире, я знаю, Романенко отлетал 11 месяцев, кто-то пролетал свыше 400 дней, но мы продолжаем летать по 6 месяцев. Ну, наконец-то у нас появился годовой полет. Но почему бы нам не продлить этот цикл, этот период до 9 месяцев или дольше? Пожалуйста, Александр. Спасибо. Ответ очень простой. Все, кто летали больше, чем полгода, они продолжали быть на станции со сменяемым кораблем. вопрос простой. У нас по перекиси водорода в системе управления спуском перекись имеет ресурс, она разлагается от тепла. Полгода и все. Максимум мы можем летать 200 суток на Союзе. Вот все. Новый корабль будет летать год. Я понимаю про пероксид водорода, но ведь можно и дополнительные корабли вывести на орбиту. вот те, кто летали, они как раз и были с теми кораблями, которые прилетали дополнительно. То есть за этот счет мы продлили полет Полякову и другим. Спасибо, господин Ставерс, спасибо, Александр. Еще там были два вопроса, пожалуйста. Кто-то поднимал руки, пожалуйста. Вопрос к доктору Сычеву. Вы можете сказать несколько слов по поводу сотрудничества в рамках одного из ваших проектов и каких-то ключевых успехов, которые вы смогли получить? И каким образом вы вели обмен данными, информацией в рамках продвижения вперед этого проекта и технологий? На разных этапах у нас было разное. Во-первых, так, хочу сказать сразу, чтобы было понятно. У нас практически все исследования имеют международный характер. И мы стараемся максимально создать большую кооперацию как внутри страны, так и с нашими зарубежными коллегами. На разных этапах у нас была разная кооперация. Мы работали в программе Интеркосмос, в ней принимали участие болгарские ученые, чешские, словацкие. Большой объем работ у нас был в программе Мирнаса в подгруппе фундаментальные биологические исследования. Я считаю, очень успешной. Сейчас у нас идут совместные работы с ЕКО, это эксперимент Экспо с Р2. Недавно мы закончили с Джакса, совместные работы по программе Аквариум Аквиэйдж. Все три эксперимента мы совместно проводили. В наших космических исследованиях мы постараемся максимально создавать большую кооперацию. Самая большая кооперация и самая длительная у нас идет с университетом штата Юта, лабораторией космической динамики. Мы вместе создали не используя ни копейки бюджетных средств США и России, создали оранжерию Лада, которая отработала на борту 9 лет, в которой мы провели 17 экспериментов очень успешных. Я считаю, что это одна из наиболее успешных серий. В этих экспериментах мы показали, что растения могут нормально расти, развиваться, размножаться в условиях космоса, в том числе в ряду космических поколений. Мы получили 4 космических поколения растений гороха, исследовали генетику, не нашли никаких изменений. Более того, потом мы провели большую программу с участием Центра Кеннеди по заморозке выращенных растений, исследовали их микробиологическую обсемененность в плане безопасности потребления в пищу и биохимический состав тоже в плане возможности потребления растений в пищу и показали, что никаких особых отклонений опасности нет. Я считаю, что это первый шаг, который был сделан для того, чтобы мы могли сказать, что если мы полетим на Марс, мы можем вырастить растения, обеспечить ими человек. Это уже колоссальный скачок вперед. Другой вопрос, что технологии выращивания растений одно дело выращивать в маленькой оранжерее, где размеры и скорости процессов, особенно в корневой зоне, проходят достаточно легко, а другое дело выращивать это в производственной оранжерее, которая будет иметь большие объемы и большие площади. А вот там технологии должны быть очень сложные. Мы, кстати, и технологическими экспериментами занимались, исследовали скорость диффузии кислорода в таких средах капиллярно-пористых. Довольно сложный, интересный технологический эксперимент был на борту. Процессы, связанные с калибровкой различных датчиков, которые основаны на температурном, работают за счет перепада температуры, нужно иметь возможность их калибровать. Это такая очень разноплановая работа, когда идут работы в области биологических систем, приходится заниматься очень многим не только биологией, но и технологией. Еще есть, конечно, программа БИОН. Первый БИОН отлетал в 2013 году. Это была очень большая международная программа. В ней принимали участие ученые из Соединенных Штатов, 8 университетов, НАСА, Германское космическое агентство, ученые из Франции, Южной Кореи, Японии, Болгарии, Канады. То есть, это огромный такой международный проект. И были получены очень интересные результаты. Я говорил особенно на животных, на мышах. сейчас я понимаю, это очень важная проблема. Вы видите, что сейчас на борту МКС идет программа исследования на грызунах, которые проводятся НАСА. Готовится иначе-то, по-моему, это уже программа ДжАКСа. Мы свои программы животных осуществляем на биоспутниках. Первый у нас был в 2013 году, следующий у нас будет в 2020. Это серьезная большая работа, которая позволяет глубже понять механизмы реакции животного организма на воздействие факторов космического полета. Надеюсь, что эти все программы в совокупности, надеюсь, что и Беновская программа, вернее, не надеюсь, она уже международная, потому что французские специалисты уже включились в эту программу. Надеюсь, будут специалисты из других стран. Это как раз даст нам возможность понять глубинные процессы, которые проходят в организме под воздействием факторов космического полета. И последнее, что я хотел бы сказать, чтобы было понятно. У нас первый Бион летал на высоте порядка 580 километров орбита была и уровень радиационного воздействия примерно в 6 раз выше, чем на МКС. А следующий Бион у нас летать будет на высоте тысяч километров. И там радиационное воздействие будет уже порядка 38 раз больше, чем на МКС. И мы хотим как раз увидеть разницу того, что было на полетах 600 километров примерно и тысячи, чтобы увидеть, где это составляющая радиационная, как-то вычленить из общего объема факторов космического полета. Вот такая наша программа. Я считаю, что она имеет хорошую перспективу. Я удовлетворил вас? А ключевые какие моменты для успеха? что требуется основное для того, чтобы достиг успеха? которые обеспечили результат? Почему? Во-первых, хорошая идея. Знать, как эту идею реализовать. Хорошая кооперация и внутри России, и международная. Допустим, и, конечно, личности людей. Если брать оранжерею Лада, мы начинали работать совместно с Гейлом Бинхемом из Университета штата Юта в программе Мирнаса, и просто оказались настолько заинтересованы в решении тех задач, которые перед собой ставили, что мы это продолжили делать и после. И вот уже начиная с 1992 года мы сотрудничаем. Поэтому здесь и психологический фактор имеет значение, и научный, и тут много всего. И главный научный интерес. Главный научный интерес. Дорожные карты ученых, которые совпадают. Это значит, дорожные карты, они, как правило, не совпадают. я говорю ученых. Ученых, ну... Могут совпадают. Спасибо. Еще вот был там третий вопрос. Пожалуйста. Вот там третий вопрос был, да. Тоже для доктора Сачева у меня вопрос. Если по CO2 обогащению что-нибудь есть у вас, по витаминам вы что-то говорили, по использованию витаминов в космосе, какие-нибудь биологические витамины вы рассматриваете, или какие-то обычные витамины, или вы просто расширяете ту зону с витаминами, с которыми мы сейчас уже работаем? Ну, вы понимаете, в чем дело. Когда я говорил о витаминах, это как пример. Примеров вот таких критичных моментов в системе жизнеобеспечений можно привести много. Значит, мы витамины получаем в основном с продуктами питания, и большую часть витаминов мы получаем с растительными продуктами питания. Значит, если мы берем те витамины, которые продаются в магазине, они имеют срок годности, вот о чем я говорил. И этот срок годности может быть небольшим, и главное, что никто не проверял, сохранят ли витамины свою активность и полезность после пребывания в условиях космического полета. Поэтому простым решением, на мой взгляд, восполнить человеку недостаток витаминов, это является вырастить растения в космосе. Вот мы вырастим растения в космосе, они дадут необходимое количество витаминов. Вот это, собственно говоря, вот эта идея. Даже расчеты есть, что, допустим, для того, чтобы обеспечить 6 человек витамином С, надо в сутки давать им порядка 100 грамм зеленой биомассы. Ну, имеется в виду салатных культур. Вот. И этого будет достаточно, чтобы поддерживать достаточный уровень витамина С. Вот. А для того, чтобы получить такое количество для 6 человек, нужна оранжерея площадью 10 квадратных метров. Ну, это примерно 5 метров на 2 квадратных метра. Значит, вот вам такие расчеты. Но все это относительно, потому что, когда у нас был эксперимент Марс-500, и у нас была там оранжерея, то выяснилось, что не все так просто, что человек это, простите меня, не корова, и он не будет есть постоянно одну и ту же траву, а ему нужно давать разнообразную пищу. И тут появляются другие проблемы. Проблемы, к кому, что больше нравится, а как это сразу увеличит площадь посева. Одному нравятся одни растения, другому нравятся другие. И вот это уже может больше рассказать Вадим Гущин, он принимал участие в этих исследованиях. Но задача непростая. Понимаете, все это легко описывается на бумаге. Но я все время говорю, если человека заставить каждый день есть один и тот же салат в течение двух лет, я больше чем уверен, что он через 10 дней его возненавидят. Поэтому, понимаете, тут вот это такая огромная медика, биолога, техническая задача. И ее надо исследовать на земле. Почему я говорю про наземные исследования? Потому что без этого эту задачу не решить. А это все тянет за собой и медицинскую составляющую, и техническую составляющую. А если мы проектируем станцию или корабль, то это и тянет за собой изменения в проекте этой станции или этого корабля. Извините, я немножко и по-русски тоже буду говорить. Я хочу просто добавить тому, что... Когда наши политики планируют полет на Марс или на Луну, они прежде всего видят ракету, которая должна туда довезти. А под поселением они понимают такой дом многоквартирный. А это, как показывают наземные гермокамерные эксперименты, совсем не то. Это некая особая совершенно биосфера, именно биосфера, где все биологические факторы воспроизводятся, как будто мы действительно сотворили Землю в миниатюре. И вот отсутствие вот этого понимания, оно очень огорчает, потому что... Вот рассказано было про Марс-500. Они хотели цветы, а не витамины. И это говорит очень о многом. Это говорит о том, что не учет того, что жить будут не вот эти машины и не роботы на планете в конечном итоге, над другой, оно отсутствует при планировании такого рода... при составлении такого рода дорожных карт. Вот это очень беспокоит. То есть, это не сочетание... Вот давайте заберемся под землю на Луну, пишут наши проектанты. Отличная идея. Никого не возникает вопрос. Вы пробовали жить под землей долго? Такое метро, в котором вы постоянно находитесь. Уже одно это как фактор может оказаться гораздо более значимым чем все остальные. Мы это еще не изучали широкомасштабно. Давайте жить в свинцовом доме или там в доме, защищенном от радиации. Мы не изучали, как будет вести себя организм в гипомагнитной среде. Давайте жить в маленьком объеме. Вот был вопрос, почему 60 суток? А здесь была замечательная панель. Вот почему я люблю эти наши ежегодные встречи. Сидели космонавты, и каждый из них дружно, не сговаривая, искал. Три месяца это только тот период, который мне комфортен быть вот в этой гермокамере. И это очень-очень верное замечание. И вот все эти факторы, как говорит доктор Сечев, рассматривание экспедиции именно как биологического проекта, а не проекта технологического прежде всего, вот этого не хватает всем дорожным картам, с моей точки зрения. Спасибо. Извините, что так долго говорю. Спасибо. Появились ли еще вопросы? Если вопросов не появилось, у меня такой блиц корот вопрос, я прошу ответить участников панели, ну так в пределах минуты. Первый вопрос также в порядке выступающих Вадиму Гущину. Как часто надо менять дорожные карты, исходя из каких соображений в нашей профессиональной области и кто является экспертом этих изменений? Пожалуйста, время пошло. Я уверен в том, что только ученые могут фундаментально обоснованные дорожные карты с 5 до 6 лет, скорее всего, не больше. Если собственную работу планируете, собственную дорожную карту готовите, то это уже помогает. Я, например, свои стандарты использую для того, чтобы для себя дорожную карту строить. И мы такие делаем. Но я никогда не планировал для более чем на 10 лет. И, конечно, я вижу определенные этапы, которые я должен достигать. Только человек, который сам туда собирается в этом направлении двигаться по этой дороге, должен планировать, а не какой-то посторонний человек. То есть человек, который планировщиком просто является, он для кого-то это делает, то это все не жизнеспособно. Если я Колумб, который собираюсь Америку открыть, то я сам должен планировать, а не кто-то за меня должен планировать, на каком корабле лететь или плыть, какую еду сабы взять, как выбрать экипаж. А если это будет король Португалии и Испании, то все бесполезно получится. Спасибо. Следующий вопрос, также просьба коротко Александру Александрову. Что главное взять для планирования, все-таки будем пользоваться этим термином, будущих дорожных карт в России из прошлого опыта, в частности советского? Я считаю, что должна быть фундаментальная подготовка к реализации этой карты. Когда мы начинаем проект, мы должны думать, какие этапы должны быть, какая конечная цель и какие средства, я имею в виду научно-технологические, должны быть применены для того, чтобы решить первый шаг задачи, второй шаг и так далее. Этот опыт был заложен в начале прошлого века нашими учеными, не только советскими, российскими, но и опыт всех стран, в частности Соединенных Штатов тоже. Смотрите, как развивается автомобиль. Разве могли в 905 году думать о том, что сегодня мы будем ездить на таких шикарных, я имею в виду, с точки зрения технологий, автомобилях, какого уровня мы достигли. Или авиационная техника. Это, я считаю, два сильнейших открытия прошлого века. Спасибо. Спасибо. Третий вопрос Сергею Рязанскому. Использование МКС и работ на ней для будущих межпланетных полетов. Первое, второе, третье, или хотя бы первое. Что делать? Во-первых, я считаю, что МКС это опять же этап к подготовке к межпланетным полетам. Другое дело, что на данный момент на МКС не все нюансы учтены, не все условия созданы для того, чтобы отработать полет подобного плана. Придется менять восприятие и принципы работы с экипажем и на уровне менеджмента, и на уровне работы самого экипажа. Поэтому либо ставить это как одну из приоритетных задач, либо делать новую станцию. Но вообще использование станции в таком плане, по-моему, это прекрасный вариант. Спасибо. Владимир Сычев. Возможно ли идеальное БСЖО и его критерии? Первое, второе, третье, пятое? Ну, хотя бы один-два критерия. Абиосфера Земли идеальна. На самом деле, что такое БСЖО? БСЖО это комплекс, который определяется человеком в первую очередь. Сколько людей, какой объем, какая энергетика и так далее. То есть нельзя построить универсальную систему. Опыт такой был. Биосфера 2, если кто знает, в Аризоне была построена группа энтузиастов Джоном Алленом, Марком Нельсоном и так далее. Они взяли принцип копирования биосферы, взяли биотопы типичные для Земли, загнали все это в 300 тысяч кубовый гермообъем, посадили туда 8 биосферян, которые должны были жить там и все, что там внутри, должно было обеспечить их жизнедеятельность. В итоге ничего не получилось. Кислорода стало не хватать, он стал падать, пища там тоже стало не хватать. Два года они отсидели, но систему накачивали кислородом, давали им пищу и так далее. Идеальной системы не бывает. Они могут быть хуже или лучше. И от того, какие есть возможности, это в первую очередь энергетика, объемы, которые могут быть предоставлены для системы, уровни технологии, отработанная система. Она может быть лучше или хуже. Хочу сразу сказать, вы знаете, в США очень любят различные аббревиатуры. Вот у нас такая есть аббревиатура CELS. Это как раз отдел, который занимался с этими системами. Расшифровывался он closed ecological life support system. Так вот, closed нету вообще, не существует. Биосфера Земли открытая система. И как пример я могу сказать, сколько мы нефти добываем, которая образовалась за миллионы лет существования живого. То есть эта система открыта по материальным потокам, по энергетическим потокам. Поэтому closed мы создать не сможем. Мы можем сделать, как сейчас CELS, controlled life support system, контролируемо. Но в любом случае любая система будет определяться теми возможностями, теми ресурсами для создания, которые мы имеем, и нашими технологиями. Будут хорошие, отработанные технологии, будет хорошая система. Но это надо делать уже сегодня, если мы хотим даже лететь в 50-м году. Если мы этого делать не будем, то мы никуда не улетим. Спасибо. Спасибо, Владимир. И заключительный вопрос Юрию Воронкову. Нужно ли понижение клинико-физиологических критериев при создании новых положений о медицинском освидетельствовании? Ну, по крайней мере, в России. У нас требования во многом более жесткие, чем в других странах. Нужно ли понижать эти требования? Или не нужно? Или, может быть, даже их надо ужесточать? Ваше мнение, но по возможности очень кратко ответить. У нас уже время заканчивается. Игорь Борисович, я думаю, что, несмотря на наши успехи в геномике, протеомике, метаболомике и так далее, развитие MRI и прочих технологий, все равно будет индивидуальный подход. И я уже говорил, что как таковая самоцель снижения критериев или ужесточения я думаю, что это неправильно. А конкретно каждому человеку у нас и сегодня существует такой индивидуальный подход. Но в целом, если оценивать, конечно, за последние все эти 20-30 лет требования значительно снизились. И мы разработали, как известно, специальный документ по космическим туристам, где требования значительно ниже, чем к командиру корабля, естественно. Спасибо. Алексей Архипович, может быть, у вас есть что-то выступление, замечание по российской панели? Реплика? Если нет, я назову... Я как-то назад отправил. Понятно. Спасибо. Спасибо, Алексей Архипович. У меня есть три вывода. Я хотел бы их зачитать по нашей панели. Тем более, что мне кажется, что они подходят к любой дорожной карте в любой космической, в любой стране. Ну, может быть, меня будут критиковать. Но перед этим я расскажу короткий анекдот. Советский, российский. Один великий полководец собирается в поход и говорит своему ординарцу Петька, дорожные карты не забыл? Не забыл, товарищ командир. Положил. Только вот как будем играть? У вас в каждой колоде по пять... в каждой масти по пять тузов. Вот мне кажется, что у нас ученых должно быть в каждой масти по пять тузов. Мы должны быть готовы к самым сложным поворотам судьбы. Исходя из этого, три вывода по дорожной карте, по крайней мере в России. Мне кажется, что они во многом универсальны. Первое. Дорожные карты нашей области, области пилотируемой космонавтики медицины, нужны называть их дорожными картами, планами, пятилетними, семилетними, десятилетними, ФКП, но они нужны. Космонавтика смотрит вперед, и может быть, даже они нужны разной годичности, эти карты. К этому же выводу, денег просить надо больше, так как правительство даст все равно меньше. Второй вывод. Приоритет в составлении дорожной карты должен быть предоставлен ученым. Это вот то, что говорил Вадим, и фактически все говорили из выступавших. Или не только ученые, но и нормальные организаторы из профессионалов, то есть из космонавтов, из инженеров, из биологов, из медиков, из психологов. То есть нормальные организаторы из профессионалов. Я не хочу сказать, что кто-то ненормален, но нормальные организаторы. И третье, последнее, мне тоже кажется очень важным, что дорожные карты должны быть согласованы с международными партнерами, дабы не изобрести велосипед или автомобиль, как говорил Александр, который будет ездить хуже, чем автомобиль десятилетней давности. Вот мне кажется, что эти три вывода универсальны и относятся к российской дорожной карте, может быть, еще к каким-то дорожным картам. Благодарю за внимание. У нас еще осталось 10 минут на какие-то замечания, выступления. Пожалуйста, если они есть. В 11 часов у нас следующая панель. Может быть, какие-то вопросы? Перерыв? Большое спасибо. Я хотел бы подарить генералу Стаффорду журнал с Неоновым на обложке. Здесь наша статья по Луне. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok